Мёртвое море – это, с одной стороны, не море, а с другой – не совсем мёртвое, как следует из его названия. И тем не менее, в настоящее время некоторые разрушительные события приводят к тому, что Мёртвое море действительно умирает. Но какова подоплёка этих драматических событий, что на самом деле приводит к высыханию водоёма? Можно ли ещё предотвратить судьбу Мёртвого моря? Усаживайся поудобнее, жми кнопки «Нравится» и «Подписаться» и узнай это вместе с нами. Море, которого нет Расположенное во впадине Иорданской рифтовой долины, Мёртвое море граничит с Израилем, Иорданией и западным берегом реки Иордан. Как уже говорилось вначале, мы имеем дело не с морем в классическом понимании, а с озером площадью 800 квадратных километров, которое известно своим экстремальным содержанием соли. Если говорить подробнее, то она составляет до 33%, и таким образом почти в 10 раз выше, чем в Средиземном море. Интересно знать. Однако это ни в коем случае не продвигает Мёртвое море в разряд самых солёных водоёмов на Земле. Эти строчки занимают несколько других озёр, включая Лак-Редба в Сенегале и Туз-Гёлю в Турции. Но в другой категории ни один другой водоём не приближается к Мёртвому морю. Находясь на глубине 430 метров ниже уровня моря, оно продвигается вперёд, чтобы стать самым глубоким озером на Земле. Но что означает слово «мёртвое» в его названии? Исторические источники указывают на то, что этот термин был в ходу даже в древние времена. Ну а если говорить подробно, то этот термин тесно связан с идеей о том, что водоём, в котором столь велико содержание соли, не может приютить жизнь. И даже если на первый взгляд кажется, что Мёртвое море не насчитывает ни одного естественного обитателя, это заблуждение. Однако здесь мы имеем дело не с рыбами, а с крошечными микроорганизмами, которым успешно удаётся бросить вызов экстремальным условиям окружающей среды. На самом деле некоторые микроорганизмы, которые были обнаружены в Мёртвом море, ранее были совершенно неизвестны. Поскольку обилие соли изменяет плотность воды таким образом, что всё, что плавает в воде, становится относительно легче, говорят, что утонуть в Мёртвом море было бы практически невозможно. И хотя вода исключительно хорошо переносит тела купающихся, это не совсем так. Ведь на самом деле несчастные случаи, когда люди чуть не тонут, там не редкость. Бывает, например, что люди расслабленно плавающие по воде вдруг теряют равновесие и впоследствии заглатывают большое количество воды. Такой сценарий может быстро перерасти в борьбу со смертью, так как огромное содержание соли может вызвать серьёзное повреждение лёгких. Солёный магнит для туристов С другой стороны, соль Мёртвого моря обладает и некоторыми приятными преимуществами для человеческого организма. Например, люди, страдающие хроническими кожными заболеваниями, хотели бы искупаться во всемирно известном озере. Поэтому в обычные годы в этот регион стекается гораздо больше трёх миллионов посетителей, чтобы насладиться полезными свойствами солёной воды. Однако для этого даже не обязательно ехать на Ближний Восток. Например, соли для ванн Мёртвого моря уже давно можно приобрести в аптеках и аптечных киосках. Но, как бы то ни было, популярные фотомотивы, на которых изображены купальщики, счастливо плавающие на Мёртвом море и листающие газету, вероятно, скоро уйдут в прошлое. По оценкам экспертов, не пройдёт и 30 лет, как Мёртвое море полностью высохнет, оставив после себя лишь экологическую, социальную и экономическую пустыню. Но почему так происходит? Почему всемирно известное чудо природы умирает? И можно ли его вообще спасти? Мёртвое море умирает. В принципе, Мёртвое море питается за счёт реки Иордан. Ну, по крайней мере, в теории, потому что на практике этот источник питания уже несколько десятилетий всё больше и больше пересыхает. Таким образом, основной причиной высыхания Мёртвого моря является массовый забор воды из реки Иордан. Чтобы обеспечить снабжение питьевой водой и орошение сельского хозяйства, Израиль, Сирия и Ордания отбирают около 95% воды реки Иордан до того, как она достигнет Мёртвого моря. Чтобы представить это в перспективе, в 1930-х годах в Мёртвое море ежегодно поступало около 1300 миллионов кубометров воды. Сейчас это около 310 миллионов кубометров. Если в 90-е годы уровень всё ещё снижался в среднем на 1 метр в год, то в последующие годы эта отметка была часто ниже. Поскольку вода испаряется больше, чем поступает, поверхность озера за три десятилетия уменьшилась на треть. В природе вещей такое развитие событий связано с некоторыми радикальными последствиями. После того, как вода отступает, соль остаётся в земле. Отступающие грунтовые воды, в свою очередь, растворяют соль, в результате чего грунт становится пористым и практически разрушается. Таким образом образуются огромные кратеры, так называемые карстовые воронки. Эти борозды имеют диаметр до 30 метров и превращают окрестности в сюрреалистический лунный пейзаж. Только на израильской стороне уже существует 6 тысяч таких зияющих шрамов на земле. Несколько плантаций, магазинов, кемпингов и дорог уже вынуждены были отступить перед этим развитием. Но и промышленность вносит свою печальную лепту в то, что Мёртвое море заметно исчезает. Например, водоём содержит некоторые ценные минералы, которые очень востребованы в производстве удобрений и других отраслях. Чтобы присвоить эти ресурсы, Иордания и Израиль превратили южные части Мёртвого моря в сеть рукотворных прудов-испарителей. Решения и риски. Но как можно предотвратить полное высыхание Мёртвого моря? Ну, в принципе, есть два возможных решения. С одной стороны, было бы целесообразно ограничить забор воды из реки Иордан и направить пресную воду в Мёртвое море. С другой стороны, ответственные лица размышляют над идеей строительства огромного трубопровода, который бы проходил от Красного до Мёртвого моря. Этот проект тесно переплетается с заводом по опреснению морской воды возле орданского города Акаба. Основная идея заключается в том, что после получения питьевой воды оставшаяся после неё сильно солёная жидкость будет по трубопроводу поступать в Мёртвое море. Однако то, что на первый взгляд звучит вполне правдоподобно, рассматривается экологами крайне критически. Есть подозрение, что рапа из Красного моря, которая в конечном итоге попадает в Мёртвое море, имеет иной химический состав, чем высыхающее озеро. Иными словами, то, что на бумаге звучит как амбициозная попытка спасения, может нанести окончательный смертельный удар по экосистеме Мёртвого моря. Независимо от всех пронзительных тревожных звонков, сопровождающих соответствующие планы, идея строительства канала между Красным и Мёртвым морями не нова. Действительно, корни этой идеи уходят в конец XIX века. Более того, исследование, проведённое недавно при помощи Всемирного банка, нарисовало весьма позитивную картину. Согласно этому исследованию, проект может быть реализован без колебаний, как с экологической и экономической, так и с социальной точек зрения. Первоначально в Мёртвое море поступит 235 миллионов кубометров рассола и морской воды, а затем приток составит 700 миллионов кубометров. Но, как уже вкратце упоминалось, этот план также будет равносилен неопределённому выстрелу в темноту. Если сульфата, содержащая вода Красного моря, будет смешиваться с кальций, содержащий водой Мёртвого моря, то может произойти помутнение воды. Неопределённое будущее. Однако строительство трубопровода сопровождается и другим риском. Например, есть опасения, что трубопровод может быть повреждён землетрясением или в некоторых местах разрушен. Если чрезвычайно солёная жидкость прольётся в грунтовые воды, то они станут солёными. На этом фоне нецелесообразнее ли сосредоточиться на сокращении забора воды из реки Ордан. В качестве альтернативы также предлагается пополнять Мёртвое море водой из Средиземного моря. Однако в настоящее время эти две концепции не обсуждаются всерьёз за столами переговоров ответственных сторон. Ведь на самом деле фактор получения питьевой воды за счёт опреснения морской воды является каким угодно, но только не незначительным. Например, многие резервуары подземных вод в Иордании уже почти исчерпаны. В настоящее время жителям страны приходится обходиться менее чем 1% от среднемирового запаса воды. Не стоит игнорировать и напряжённую политическую ситуацию между Израилем и Иорданией. Как будто водный кризис не был достаточно глубоким. В недавнем прошлом между двумя странами неоднократно происходили дипломатические конфликты. Между тем, есть даже опасения, что Израиль больше не заинтересован в строительстве канала. Однако в Иордании ситуация несколько иная. Подготовка к строительству завода по опреснению морской воды, как говорят, достигла финальной стадии. Если всё пойдёт по плану, то он может быть введён в эксплуатацию уже в 2025 году. Однако в настоящее время будущее Мёртвого моря выглядит мрачно. Матасим Саидан, министр водных ресурсов и ирригации Иордании, заявил, что попытки спасти озеро, похоже, сводятся к нулю, и что надежда на спасение Мёртвого моря заметно угасает. Итак, друзья, теперь нам интересно узнать ваше мнение. Что ты думаешь о том драматическом развитии, которое уже довольно давно переживает Мёртвое море? На твой взгляд, можно ли ещё спасти это чудо природы? Напиши нам свои мысли, предложения и отзывы на наше сегодняшнее видео, тем не менее, как всегда, совершенно просто в комментарии. Не забудь поставить нам большой палец вверх и подписаться, чтобы впредь быть в курсе событий. Наконец, не стесняйся взглянуть на другие интересные посты на нашем канале, доступ к которым ты можешь получить, нажав на одну из картинок здесь, в титрах, прямо сейчас. А теперь спасибо за просмотр, береги себя и увидимся в следующий раз.